Привет! Вы на одном из лучших технических каналов, канале компании «АвтоСтронг-М». Пока мы снимали наши обзоры, у компании «АвтоСтронг-М» появились полноценные склады в Москве и Питере. Поэтому качественные запчасти стали еще ближе к вам. Звоните нам, заходите на сайт и заказывайте. Контакты у нас в описании либо в первом комментарии. Нас давно не было, потому что мы ударными темпами снимали наш мегапроект и битый крашен четвертую часть. Уже отснято 60 минут материала. Ну а сегодня мы для вас подготовили Ford 2.0 TDCI. Двигатель, о котором сегодня пойдет речь, является собственной разработкой компании Ford. И никакого отношения к совместной разработке двигателя с PSA 2.0 TDCI HDI он не имеет. Этот двигатель 2.0 TDCI появился раньше, в 2000 году. Он порадовал 16 клапанами и цепным приводом ГРМ. Этот двигатель относится к семейству Puma, в который вошли много двигателей объемом до 2.4 литра. Кстати, 2.4 от Ford Transit мы уже разбирали. Кликаем по ссылочке и смотрим. Изначально двигатель 2.0 TDCI был мощностью не более 115 лошадиных сил. Он оснащался топливными насосами WP30 либо WP44. Это был относительно простой непосредственный впрыск с электронным управлением. В 2000 году компания Ford начала сотрудничать с Delphi. И двигатель получил топливную систему Common Rail и начал развивать мощность 130 лошадиных сил. И еще раз кстати, мы уже разбирали двигатель 1.8 с топливной системой Delphi. Кликаем по ссылочке и смотрим. А сегодня мы разберем двигатель 2.0 TDCI, который ставился на Ford Mondeo 3 на протяжении всего его выпуска с 2000 по 2007 год. Также этот двигатель работал под капотом Jaguar X-Type X404, который выпускался с середины 2003 по май 2009 года. Двигатель 2.0 TDCI не капризный и весьма надежный, но сегодня мы вновь будем вам рассказывать о топливной системе Delphi, которая является причиной многих хлопот и требует вмешательства квалифицированных специалистов. А этот двигатель нам отдали, потому что в нем проскакивает цепь. Итак, начинаем нашу разборочку. В дизелях Ford генератор не отличается большим сроком службы и может выйти из строя. О его неисправности говорит загоревшаяся лампа зарядки. Могут выйти из строя щетки либо ротор. В некоторых случаях неисправность генератора может вызвать скачки напряжения, которые сбрасывают коды форсунок. В таких случаях двигатель может просто не заводиться, но у нас генератор отличный, поэтому я его просто отнесу на продажу. На двигателях 2.0 TDCi используется турбина Garrett. На версиях 130 лошадиных сил она с изменяемой геометрией. На версиях двигателя после 2005 года этой геометрией управляет электронный сервопривод. Вот этот самый сервопривод. Обратите внимание, что турбина является одним целым с выпускным коллектором. Турбина надежная и живучая, но нарекания может вызывать эта самая геометрия, которая может подклинивать из-за сажи. Также довольно распространенная проблема на этом двигателе – разрушение патрубка, который идет от турбины к интеркулеру. Он просто лопается. Турбина у нас сухая и без посторонних люфтов. Поэтому сейчас мы ее отнесем в ячейку, где она будет ждать своего хозяина. ГУР и помпа в этом моторе представляют собой один узел. Если помпа вышла из строя, ее можно поменять на новую. А вот новый ГУР будет стоить очень дорого. Поэтому надо купить ГУРБУ в «АвтоСтронгер». Термостат на двигателях Ford тоже не очень долговечный. Причем их два – маленький и большой. Большой стоит гораздо дешевле, чем маленький. Маленький стоит 40-50 долларов и существует только в оригинале. Еще одна хорошо известная неисправность навесного оборудования на двигателях 2.0 TDCi – это износ натяжителя ремня генератора. А именно разрушение втулок амортизатора натяжителя. При этом на работающем двигателе ремень вибрирует и раздаются лязгающие звуки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok В приводе ГРМ используется двухрядная цепь, но бесконечной службы от нее ждать не стоит. Цепь на двигателе 2.0 TDCi может растягиваться, при этом она начинает шелестеть и греметь, а также может проскочить. При этом надо прислушиваться к работе двигателя на холодную со стороны ГРМ. Цепь ГРМ продается полным ремкомплектом со звездочками и башмаками и стоит аж 250 долларов. И вот мы нашли причину проскакивания цепи. Неисправен натяжитель, в какой-то момент он просто отскакивает. Так получилось, что в данном натяжителе не работает стопор противохода. В нашем моторе цепь еще не успела перескочить, но скорее всего мотор работал с очень подозрительными шумами. ТНВД Delphi очень привередлив к качеству топлива. Для этой топливной системы предлагается множество фильтров, но использовать надо только оригинальный фильтр. Потому что только оригинальный фильтр от фильтровой частицы больше 5 микрон. Менять фильтр надо каждые 10 тысяч километров. В противном случае все лишнее в топливе приведет к износу ТНВД. В лучшем случае он перестанет нагнетать требуемое давление топлива 1100 бар. В худшем случае начнет гнать стружку. У топливной системы Delphi есть замечательная особенность. Горячая обратка из форсунки возвращается прямо в ТНВД, минуя топливный фильтр. В таком случае, если в системе есть стружка, эта стружка вернется в ТНВД и его прикончит. Подкачивающая секция в ТНВД Delphi находится возле шкива. Поэтому продиагностировать топливную систему Delphi на наличие стружки можно просто открутив вот этот клапан. Если на нем видны борозды и стружка, то тогда все понятно. Но в нашем случае все отлично. Обратите внимание, что форсунки Delphi на моторе Ford устанавливаются на резьбу, что удобно очень для их снятия. Форсунки Delphi весьма надежные. Другое дело, что в начале 2000-х для них просто не было запчастей. Обычно изнашивается контрольный клапан, который изготовлен из мягкого сплава. И он страдает из-за примесей в солярке, либо из-за ее низких смазывающих свойств. Также замены требуют распылители форсунок, но значительно реже. По требованию производителя после замены форсунок Delphi их надо прописывать. Но практика показывает, что можно обойтись и без этого. А если форсунки отремонтированы самостоятельно, а сегодня это возможно, то надо прописать ее изначальные коды. И тут владельцам Ford очень повезло. Благодаря дешевому китайскому сканеру, который стоит 5-10 долларов, и неоригинальному ПО можно не только произвести диагностику двигателя, но и прописать коды форсунок. И в интернете гуляют коды исправных форсунок, которые можно просто взять и прописать во вновь установленные форсунки. Чаще всего неисправные форсунки Delphi проявляют себя при нагрузке на двигатель. То есть вы даете полный газ, затем двигатель переходит в аварийный режим и на панели приборов появляется ошибка. Спиралька. Да, да, спиралька, а не Check Engine. Все это свидетельствует о том, что форсунки льют в обратку и их надо ремонтировать. Но у нас форсунки исправные. Пожалуйста, ваши форсунки. В алюминиевой головке два распредвала, 16 клапанов и по состоянию у нас все отлично. Продолжение следует... На первый взгляд у нас здесь все неплохо. Даже нет нагара и никаких отложений на донышках поршней и в камерах сгорания. Здесь даже виден номер, который выбит на донышке поршня. Но подвел нас первый цилиндр. По всей его окружности, примерно в середине, видна выработка. Но если бы не этот момент, блок бы у нас был в отличном состоянии, потому что хон присутствует везде. А в поддоне у нас чисто и никаких отложений. Что говорит о том, что за мотором ухаживали. Итак, делаем ставки, господа, на вкладыши. Хорошие. Ваша ставка сыграла и вкладыши хорошие. Все ставки сыграли. Вкладыши хорошие. Ставка сыграла и вкладыши хорошие. Ставка сыграла и вкладыши больше нет. Вот хороший поршень. Вот поршень с тепловым прихватом. С тепловым прихватом, потому что поршень работал на сухую. На сухую это плохо. В остальном поршни в отличном состоянии. Все кольца подвижные, что маслосъемные, что компрессионные. Вкладыши у нас практически без износа. Двигатель 2.0 TDCi может стукануть при пробеге в 300 тысяч километров. Обычно у них разбивается верхняя головка шатуна. Это случается при частой езде в натяг или при больших нагрузках. Коренные вкладыши у нас в корне отличные. АвтоСтронг. Коренные вкладыши у нас тоже в корне в отличном состоянии. Ну а если по существу, то состояние коренных и шатунных шеек у нас близко к идеальным. Разборка закончена и только что мы вам рассказали про отличный мотор, который при должном обслуживании прослужит вам очень долго. И рассказали о всех его недостатках. Если ты хочешь знать о моторах, то обязательно подписывайся на наш канал, заходи на наши соцсети. Покупаю настолько хорошие запчасти. В марте выйдет четвертая часть нашего проекта EBIT и CRUSHIN. И помни, с тобой была есть и будет компания «АвтоСтронг». 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 «АвтоСтронг».